Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Сегодня в выпуске вы увидите. В школах муниципалитета прозвенели последние звонки. С рабочим визитом глава округа Станислав Катаров посетил предприятие «Сантехкомплект». С точки зрения налоговых поступлений во все бюджеты предприятие платит более 850 миллионов рублей. В Видновском перинатальном центре прооперировали пациентку с редким видом многоплодия. Я благодарна самому центру Видновскому. Здесь очень много, очень здоровских врачей. Во всех образовательных учреждениях Ленинского городского округа прозвенел последний школьный звонок. Наша съемочная группа побывала в Видновском художественно-техническом лицее, выпускниками которого в этом году стали 90 мальчишек и девчонок. О самом долгожданном празднике школьников расскажет Наталья Буслаева. На первом этаже лицея весело, радостно и шумно. Главных героев праздника – 11-классников. С нетерпением ждут первоклашки, чтобы гордо вручить виновникам торжества воздушные шары, цветы и поздравить с успешным окончанием школы. Поздравляем! Поздравляем! Выпускники прошли в актовый зал на праздничную линейку. На мероприятие были приглашены педагоги и родители ребят, а также почетные гости. Я желаю каждому из вас, чтобы были мысли, как развиваться дальше. И эти мысли воплощались в дело. Очень важно, когда что-то придумал делать, пробовать, если не получается вставать и снова пробовать, пока не добьетесь успеха. К мероприятию ребята и педагогический коллектив подготовились основательно. Праздник был полон приятных сюрпризов и добрых воспоминаний о школьных буднях. Это очень важный момент. Мы учились целых 11 лет. Это такой долгий срок. И вот он наконец-то подходит к концу. Это одновременно радостно и грустно, потому что приходится прощаться с людьми, с которыми провел, считай, всю свою сознательную жизнь. Так что это очень важный момент. Буду скучать, естественно, по первым учителям, по учителям в старшей школе и по всем остальным. По одноклассникам тоже. Надеюсь, будем встречаться почаще. В этот трогательный момент уже бывшим школьникам было очень сложно сдержать слезы. Всегда вас будут помнить ваши дети, ваш непослушный, а любимый класс. Много теплых слов выпускники сказали в адрес учителей, потому что благодаря своим наставникам они стали большой и дружной семьей. Пусть дом наш общий вечно процветает. Мы благодарны, что вы есть у нас. Сегодня так много было сказано вам напутственных слов. Мне хочется лишь добавить одно. Чтобы вы знали и помнили, что двери лицея для вас всегда открыты. Чтобы вы выбрали правильный, верный, жизненный путь. Смогли с достоинством сказать, что вы выпускники лицея. Для классного руководителя 11 класса Елены Веремьевой это уже четвертый выпуск, и каждый родной и любимый. Своих учеников она всегда считает самыми талантливыми и целеустремленными. Класс информационно-технологический. Большая часть детей, 24 человека, сдают математику профи. Это говорит о том, что ребята выбирают инженерные специальности. Поэтому я им желаю удачи, легких экзаменационных материалов и счастливого пути. Последний звонок – волнительный момент. Это инструменты для родителей, ребят, которые творчески подошли к поздравлению, исполнив песню со сцены. Наши дети выбирают нас, покидая звезды и обители. Наши дети выбирают нас, родители. И самый важный момент праздника звенит тот самый последний школьный звонок, как добрый знак для будущих свершений. Праздник объединил всех участников образовательного процесса – учеников, родителей, учителей и друзей. Но впереди у ребят ответственная пора выпускных экзаменов. Каждому из них предстоит продемонстрировать все свои знания, полученные в школе, показав характер и волю к победе. С рабочим визитом глава округа посетил предприятие «Сантехкомплект». Станислав Катаров прошелся по складской базе, познакомился с руководителями и оценил масштабы рабочих площадей. Холдинг «Сантехкомплект» является лидером на рынке производства и поставки оборудования, изделий и материалов для инженерных систем. Основное преимущество компании – это возможность полной комплектации объектов различного масштаба. В лучшие времена в веке у нас обслуживаются через склад порядка 400 клиентов. В ассортименте компаний более 50 тысяч наименований сантехнического и инженерного оборудования от ведущих производителей. За годы сотрудничества «Сантехкомплект» стал надежным партнером многих компаний в России и за рубежом, являясь ключевым дистрибьютором известных брендов. Для нас это налог, естественно, и наше тоже развитие. Поэтому будет у вас все хорошо, и в Ленинском будет все хорошо. Директор компании Григорий Гольденберг показал главе Ленинского городского округа Станиславу Катарову складские помещения, отметив, что основной товарный запас располагается на этой базе в 17 гектаров. Здесь вообще здание 9288 квадратных метров. Из них склад 7 тысяч. В настоящее время на территории Ленинского городского округа строится корпус А-класса площадью более 16 тысяч квадратных метров, что позволит создать свыше 200 рабочих мест. Это офисная часть. Там располагаются офисы, там все необходимые помещения, вплоть до комнаты приема пищи, раздевалки, душевые, санузлы. На новой складской базе будут производиться прием, сортировка, хранение, комплектация и отправка сантехнических изделий. С точки зрения налоговых поступлений во все бюджеты предприятие платит более 850 миллионов рублей ежегодно. Поэтому уверена, что с вводом нового склада и количество налоговых отчислений и рабочих мест, конечно же, вырастет. Помещения будут оборудованы современной пожарной сигнализацией, вентиляцией и стеллажной системой. Этот проект позволит увеличить годовой объем поступления товаров до 74 тысяч тонн. Приятно, что вы к нам приехали и мы можем показать это. В общем-то, мы довольны, темпы нормальные идут. После введения в эксплуатацию этого помещения в декабре 2024 года планируется строительство еще трех аналогичных складских корпусов. Дмитрий Книгалеси Мордвинова, Алексей Астафуров, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Наступил теплый сезон и многие отправились в долгожданный отпуск. Для мошенников это стало возможностью заработать на ни о чем не подозревающих покупателях туристических поездок. Важно сохранять бдительность и знать, как обезопасить себя при выборе тура. При общении с потенциальным клиентом мошенники активно отвечают на звонки и уточняют детали поездки. Когда доверие завоевано, на почту покупателя отправляются поддельные документы, а сами махинаторы исчезают с полученными деньгами. Чтобы путешествовать без вреда для собственных средств, нужно убедиться, что туроператор внесен в единый федеральный реестр турагентов. Проверите мне сайты, где вы хотите приобрести билет. Необходимо быть бдительным по отношению к сайтам, где просят перевести предоплату за тур в размере 100% стоимости или оплата принимается на карту частного лица. Обращайте внимание на репутацию туроператора и на наличие необходимой лицензии. Отделение реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья в поселке Развилка уже много лет помогает своим маленьким посетителям адаптироваться к полноценной жизни. Коллектив отделения – люди творческие. Здесь постоянно проводятся различные мероприятия и открываются новые направления в работе с детьми и их родителями. О них узнал наш корреспондент Максим Козлов. Сказать, что маленькие непоседы приходят сюда с удовольствием, не сказать ничего. В отделении реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья в поселке Развилка сделано все, чтобы малыши чувствовали себя комфортно. Это для взрослых все звучит по-взрослому. Психолог, логопед, специалист по реабилитации. А для ребят это люди, с которыми можно здорово провести время и поиграть. Уже есть соединение. Давай попробуем сюда их. Приставляй сюда треугольнички вместе с палками. Вот эти вот штуки надо сюда. Посмотри, пожалуйста. Но если раньше мамы и папы просто сидели в коридоре в ожидании своих чат, то теперь и для них придуман полезный формат. Ведь в стенах реабилитационного центра дети проводят только несколько часов. Все остальное время с родителями. В апреле запустили школу развития, школу психологического развития для мам. Они могут поддержать своего малыша дома и оказать ему первую помощь. Помощь в лечебной физкультуре, помощь по здоровью. И также психологическую помощь. Лекции проводят как работники отделения реабилитации, так и приглашенные специалисты. Здесь все максимально демократично. Если что-то непонятно, можно задать уточняющий вопрос. А у детей своя программа. Отдыхай. Отдохни. Отдохни. Творческий подход к организации работы отделения проявился и во внедрении еще одного направления деятельности. Недавно здесь открылся детский клуб «Улыбка», услугами которого уже активно начали пользоваться жители развилки. Мы там занимаемся, лепим, рисуем. Мы даем родителю, маме, папе посетить торговый центр, погулять, насладиться друг дружкой, так можно сказать, сходить в ресторан. Мы в это время забираем малыша и проводим с ним досуг. Более 40 детей в месяц посещают отделения реабилитации, и сотрудники заведения делают все, чтобы их занятия проходили интересно и были максимально эффективны. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В Видновском перинатальном центре прооперировали пациентку с редким видом многоплодия. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. 36-летняя жительница Калужской области Анастасия Першина обратилась в Видновский перинатальный центр. После того, как ей сделали УЗИ, выяснилось, что у будущей мамы врастание плаценты и редкий случай многоплодия. Достаточно уникальный случай – это моноамниотическая монохориальная двойня, что достаточно редко встречается. Простыми словами, это когда оба эмбриона располагаются в одном амниотическом мешочке и питаются через одну плаценту. Кроме того, сочетание врастания плаценты редкого вида многоплодия встречается в 0,01% случаев от всех спонтанных и в 1% от всех многоплодных беременностей. Малыши родились на сроке 33 недели гестации. Это немножко раньше положенного срока. Потребовали в течение месяца выхаживания в условиях отделений перинатального центра. С ноября 2014 года Видновский перинатальный центр занимается проблемами врастания плаценты в рубец на матке. Уже прооперированы более 300 пациенток из разных регионов России. Когда мы вникали в эти подробности, с девчонками, кто это все проходил, мы всегда спрашивали, как, что будет, там, что, там будет 6 катетеров. Это так было страшно. Но, по сути, самое главное было просто довериться. У пациентки это третье преждевременные оперативные роды. Благодаря опытным врачам, а также заведующему акушерским отделением патологии беременности Видновского перинатального центра Ильясу Куликову, Анастасии с мужем стали многодетными родителями. Старшей дочери 3 года, а сыну 2. Я благодарна самому центру Видновскому. Здесь очень много, очень здоровских врачей, которые и хорошего уровня, высокого уровня, да, как профессионалы. И при этом они просто люди, которые могут услышать, которые могут понять, которые могут отнестись к пациенту с уважением. Новорожденных и маму уже выписали домой. За ними приехал муж Михаил с сыном Дементием. Очень рады. Мы, на самом деле, ждали еще до брака. Надеялись, что у нас будет двойня. У нас по линии были двойни. Мы все думали, что будет она у нас или нет. Дождались. Очень рады. Счастливы. Счастливые родители в будущем планируют еще одну дочку, а лучше две. Юлия Стоферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В рубрике «Афиши» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. 25 мая в субботу в Южном флигеле Музее-усадьбы Горки состоится специальная программа в рамках выставки «Да здравствует бессмертие». Начало в 13.00. Также в субботу в 17.00 на сцене Дворца культуры «Видное» премьера спектакля народного театрального коллектива «Твит» «Ох уж, это Анна». Билеты на сайте и в кассах ДК. На стадионе «Металлург» в 18.00 состоится футбольный матч в рамках восьмого тура чемпионата Московской области между командой «Металлург-Видное» и спортивной школой по футболу «Клин». В музее-усадьбе Горки в воскресенье 26 мая пройдет интерактивная экскурсия «Званный вечер в усадьбе». Приходите и испытайте традиции «Званых вечеров русского дворянства». Проведите свои выходные интересно и с пользой. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.